Второй способ, который я вам сказал, надо следить за веком, который идет из центра клетки, куда он идет из центра клетки, в ту точку, где мы перелистаем, правильно? Отлично. Вот это у нас будет называться восток, север, это запад, а это юг. Как правильно называть этот век? Правильно. Это северо-восток. Куда ты, куда? Куда ты, на северо-восток? Замечательно. А отсюда он будет куда идти? На юго-восток. На юго-восток. Так, а отсюда он будет куда идти? На юго-запад. А отсюда туда будет идти? Северо-запад. На? Северо-запад. На северо-запад. Ребята, а вот теперь планку выяснили. Если у вас есть век, который вначале в своем положении смотрит на северо-восток. Кстати, как он потом меняется? Каждым шагом мы поднимаемся вверх на клеточку, а здесь двигаемся, или остаемся на месте, или в одной соседней клеточке. Он не очень сильно меняется, правильно? Постепенно он превращается в юго-восток. Потом как-то в юго-западный. Потом в северо-западный. Ребята, а потом возвращается сюда. Скажите, пожалуйста, если этот век все время откладывает от начала карцинала, что он на самом деле сделает? Вот смотрите, кто-то был северо-восточный. Видите ли? Что с ним происходит? Вращается. Сколько оборотов он сделал? Один. Один оборотов. Но один оборотов сделал. Я, правда, сейчас не объясняю, что такое строго количество оборотов. Это вот как раз такая долгая техническая вещь, что такое количество оборотов вектор работает точнее. Но с другой стороны, более-менее понятно, да? У нас есть вектор, который вращается более-менее до часового стрелка, правильно? Тут, по ходу дела, он будет много чего делать. Но поскольку он менялся не сильно, то в результате он повернется на... Один оборотов. Правильно? На те самые тысячи сантиметров. Отлично. Правда, извините, а что мне с этим толком? Ну хорошо, обошли мы по краю, и получилось, что оборот на тысячи сантиметров. А вот теперь, господа, надо это сделать плавно. Надо сказать, что если мы будем потихонечку деформировать это движение, то на самом деле количество оборотов меняться не будет. А именно, вот смотрите, у вас есть этот сантиметр. Что произойдет, если мы пойдем не вот так вот, а вот так вот. То есть мы обходили границу, но сейчас мы пойдем так, здесь пойдем так, здесь так. Зависите, даже двенадцать пути останется той же самой. Что произойдет с количеством оборотов? Ничего. Ничего. А ничего не будет. Потому что, чтобы изменить количество оборотов, нужно резкое изменение. А здесь происходит у нас каждый раз небольшое. Оно не может от тысячи сантиметров спрогнеться. Поэтому, когда мы маршрут вот из такого превратили в такой безотнукетный, количество оборотов не изменилось. Догадали, что будет дальше? Я еще вот так, возьму еще так, еще так и так далее. И в конце концов доберусь до того, что станет ровно меньше. И постепенно я буду, внимание, не меняя количество оборотов. Это принципиально. Не меняя количество оборотов, я буду все время потихонечку эту рамку уменьшать, уменьшать, не уменьшать. И в конце концов, господа, она дойдет до квадратик размером 2 на 2. А это потрясающая штука. Потому что, когда у вас есть квадратик 2 на 2, то из-за того, что в соседнюю клетку нельзя, смотрите, что происходит. Вот эта клетка перейдет не сюда. А куда она может перейти? Ну, я не знаю. Ну, например, сюда. Можно перейти? Вот эта клетка? Можно, отлично. Но если эта клетка перейдет сюда, то, ребята, этот вектор точно направлен туда. А этот вектор направлен туда, в одну из соседних клеток. Он, конечно, может повернуться. И следующий вектор направлен тоже в одну из соседних клеток. Он, конечно, тоже может повернуться. И следующий вектор направлен в одну. Они же все соседние. Все векторы более-менее туда направлены. Понятно? Они не могли дать. Между прочим, непрерывная версия для круга или для прямоугольника доказывается чаще всего именно таким же способом. Только там надо следить за непрерывным. Итак, сначала надо было обойти такую рамку, границу прямоугольника. И посмотреть, сколько оборотов сделает вот этот вот вектор, который соединяет начальное положение жука с конечным. А потом потихонечку деформировать, замечая, что количество оборотов не меняется. А когда она додеформируется до того, что станет размером 2 на 2, получается противоречие. Продолжение следует...